Дипломат Академического Малого Театра Театральный Коллектив Дома Культуры Москокс подарил нашим жителям премьеру спектакля Рэй Куни, комедию в двух действиях под названием номер 13, которая вылилась в настоящий праздник смеха. Режиссер-постановщик спектакля непревзойденная Лариса Гейлис. Действие спектакля происходит в гостиничном номере 13, в который приезжает помощник премьер-министра Ричард Уилли, он же всем известный актер Кирилл Музалевский, со своей неотягощенной умом прелестью секретаршей Любовь Кокарева. Сложные были репетиции, мы последнюю неделю репетировали практически каждый день, на полвторого все здорово вымытались и сейчас, конечно, рады, не знаю, очень сильно из-за того, что все-таки наши труды даром не пропали, сыграли спектакль. Зрителям вроде бы понравилось, хотелось бы надеяться, но просто, конечно, дух из меня вон. Неожиданно в своем номере на балконом окне они находят труп. Тут и начинается все самое интересное. Премьер-министр, дабы избежать скандала, вызывает своего помощника Джорджа Пигдена, Олега Федорова, симпатягу и скромнягу, чтобы тот помог избавиться от трупа, который, как потом выяснилось, вовсе не труп, а частный детектив, которого нанял ревнивый муж секретарши Ронни, Виктор Стрегунков, и который просто потерял сознание при ударе окна. Ляпы были у всех. Кто-то не тогда вышел, кто-то не то сказал. Одно за другое, но народ такой, уже немножко закаленный, тертый, смогли вылезти, выкрутиться. Зритель вроде бы особо ляпов не заметил. Соответственно, коллектив у нас еще есть. Актеры в этот раз выложились, что называется, по полной. Вы знаете, подготовка к спектаклю была огромная. Очень много потратили мы сил, энергии, всего остального. Очень тяжело давался спектакль, но, надеюсь, наши труды, наши эмоции, и все это воплотилось в зрительский аплодисмент и в зрительский смех. С кромняги Джорджу Пигдену, покрывая своего шефа, пришлось стать настоящим мачо и полюбить сразу жену премьер-министра Елену Столярову и сиделку своей мамы Екатерину Кокуреву. В общем, он понял, что пользуется у женщин успехом и жил все эти годы зря. Официант, чемпион чаевых Сергей Ларин и управляющий гостиницы «Монумент» самому себе Николай Баларев постоянно подогревали страсти. В итоге все закончилось хэппи-эндом и восторгом зрительского зала, который все это время смеялся и аплодировал стоя, пока актеры не скрылись за кулисами. Очень смешно было, артисты сыграли настоящим, шикарно. Всегда представительно. Две звезды, Мазалевский и Федоров, просто превзошли и не обманули наши ожидания. Сидите еще? Всегда, я хожу к вам за себя. Ну а мы в свою очередь поздравляем с творческим успехом славный театральный коллектив «ДК Москокс» и желаем новых премьер. Елена Бурцева, Елена Кошлева, Владимир Пирожков, Видное ТВ.